Приветствую вас, если говорить по факту, то первое, вы себя не чувствуете полноценной, потому что оцениваете, как бы это ни парадоксально звучало, то есть вы считаете, что есть люди полноценные, есть люди не полноценные, вот. С психологической точки зрения, да, нам слышали. И, в общем-то, вы постоянно себя оцениваете, постоянно, вот, как бы, ну, грубо говоря, постоянно боретесь с собой, постоянно боретесь за такое вот, можно сказать, свое место в жизни. То есть, постоянно пытаетесь доказать. Доказать, что вы, ну, что вы достойны. Все время пытаетесь вот это сделать. А, ну, не получается. И мы пытаемся вот так ощущать. Выходом из этой ситуации будет, ну, пожалуй, отказ от оценочных суждений, вот, и замена их, замена оценочных суждений чем-то своей. Ну, например, например, да. Например, с чувствами. Например, ощущениями. Вот. Например. Например, эмоциями. Вот. То есть, вместо оценок, да, вместо оценок, вместо оценок вас, было бы, значит, то, что вы ощущаете, то, что вы чувствуете сами. Вот. Что касается... Значит... То есть, с своего места в жизни вы не чувствуете, кем вы хотите быть, вы не делаете ничего, что давало бы вам адекватную эмоциональную обратную связь, я так полагаю. Вот. И, соответственно, вы, опять же, не слышите себя. Вы не слышите себя саму. Вот. В чем проблема? Что касается средств, то здесь вы достаточно много, видимо, принимаете на свой счет. Вот. Очень много вещей вы принимаете на свой счет. Что говорит о том, что ваши представления о себе неустойчивы. И, в свою очередь, это свидетельствует о том, что вы неуверенны в себя. Вот. Значит... Нужно это уверенность в себя повышать путем проработки сомнений и устраивания устойчивых представлений о себе. Соответственно, в этих трех направлениях и нужно двигаться вместе с психологом. Вот. Потому что сами вы вряд ли с этим справитесь. Я бы рекомендовал, значит, посмотреть на то, что вам интересно в жизни. Я бы рекомендовал на то, обратить внимание, почему вы принимаете на свой счет стресс. То есть, что вас задевает стресс. Вот. Ну, для начала. В качестве такого вот начального материала для работы. На этом все. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok